Ок, приходить на терапию в любом случае, если у человека есть хоть какая-то мотивация, желание немного времени и денег. А есть какой-то дискомфорт, неудовлетворенность, вроде бы рационально кажется, что должно что-то радовать и приносить удовольствие, а нет. Человек, который приходит в состоянии потерянности, растерянности, переживания одиночества, потери смысла жизни. То есть зачастую нет конкретного запроса «у меня панические атаки» или «вот мне поставили депрессию и направили к психотерапевту». Хотя такое тоже бывает. Но все больше и больше таких клиентов приходит. В основном это клиенты, которые возвращаются в терапию, то есть которые когда-то давно были в терапии, прошло 5-6-10 лет, и они приходят и говорят «Августина, давайте с вами поговорим, вот раньше вы мне помогли с какой-то проблемой, а сейчас мне как-то на душе муторно, я не понимаю, куда мне идти дальше, чем мне сейчас заняться». Или вроде бы как у меня все есть, что я хотел, а радости как-то нет. Что с этим делать? За те 20 лет, что я занимаюсь психотерапией, мне кажется, сами запросы клиентов поменялись. Если раньше приходили люди с конкретными запросами, то сейчас так быстро меняется мир и такое изобилие всего. Во-первых, скорость перемен, очень много неопределенности, очень много стрессов и очень много, ну как бы предложение превышает спрос. Люди находятся в таком как предвкушении, что ли, запроса. То есть есть какая-то смутное ожидание, что ну вот что-то не так, вот что-то как-то, оно вот, но непонятно что. И очень часто клиенты приходят именно с этим. В жизни что-то не устраивает, но точно сказать не могу что. И даже если они приходят с конкретным запросом, то очень часто мы работаем все равно не с запросом. То, на что сейчас будем, это семейные терапии. Если раньше пары приходили ко мне на консультацию, наверное, это когда уже или проблемы развода, вот уже надо было разводиться или как, или развод или никак, и кто-то кого-то притягивал на терапию. Либо какие-то ощутимые сексуальные дисфункции во взаимоотношениях или одного из партнеров, поскольку одна из моих специализаций это сексология. Сейчас все больше и больше приходит пар просто разобраться, что у них не так, как им выстроить отношения, как им выровнять коммуникации, как им обустроить свою жизнь. То есть некоторые даже приходят перед тем, как жениться. Например, люди жили какое-то время вместе, потом решили пожениться. Говорят, а давай-ка мы сходим на пару встреч к психотерапевту. Иногда я называю себя даже не психотерапевтом в этом смысле, а просто сторонним как бы медиатором или модератором, который выравнивает коммуникации. И это то, от чего я получаю удовольствие, и то, что достаточно часто приносит быстрый результ. Это не только связано с семейными парами, а с постепенным снижением, что ли, стигматизацией, вот то, что называется пси. Потому что вот я свою деятельность начинала в психиатрической больнице, и первые клиенты ко мне туда приходили. И это было так, капюшон, очки, вдруг я кого-то встречу, вдруг меня кто-то увидит. То есть это был какой-то позор еще там 20 лет назад обратиться к психотерапевту, если ты не психически болен, и уже ты не лежишь пластом, и тебя надо госпитализировать, то это как проявление слабости, неспособности, какой-то балованности, не знаю. Ну то есть отношение было в обществе, ты что психолог идешь, ты же псих. То есть сейчас это стало очень модным даже. То есть люди иногда приходят из любопытства, или потому что кто-то из родственников рассказал, или кто-то из знакомых сходил, и там в жизни что-то поменялось. Просто из любопытства, а как это устроено, ой, все идут, и мне надо, пойду попробую. Общество, прежде всего, наше меняется, ну весь мир меняется, и если их походы к психотерапевту там в Западной Европе, особенно в Америке, уже давно рутинное дело, и даже, мне кажется, потребность эта постепенно снижается, то на русскоязычном пространстве это как что-то такое новое, не знаю, сейчас это в тренде ходить к психотерапевту. Наше сложное быстрое время, кажется, нужен каждому друг, причем мне нравится вот этот формат психотерапии, что, с одной стороны, это рамочные контрактные отношения, ну, допустим, час в неделю, а с другой стороны, в основном, как гештальтерапия, это терапия контактом, то есть терапия присутствием, и тогда клиент получает меня, допустим, на 50 минут меня в контакт. И если на фоне хорошего образования и профессионализма я искренне интересуюсь клиентом, то здесь происходит какое-то чудо психотерапии. И очень часто клиент находит себя, понимает и начинает лучше к себе относиться и интереснее устраивает свою жизнь, во многом благодаря тому, что в его жизни появляется человек, которому он действительно интересен, который не дает ему советов, не осуждает, не рассказывает, что ему надо делать, а просто событие в контакте. То есть я в контакте с клиентом, я для него, мне интересно, как устроена его жизнь, как он, не знаю, что он нравится и что нет, что он любит, что его раздражает, что его восхищает, о чем он мечтает. И так постепенно клиент открывается, получает принятие и этот интерес, восстанавливает, что ли, чувствительность, любовь к себе, принятие. И уже с этим проще, мне кажется, в жизни делать то, что ты хочешь, проще получать удовольствие.